Я начала бы свой рассказ... Нет, пожалуй, сказку. Так. Жила-была принцесса... Нет, волшебница Алла. И была у неё добрая и дружная семья, и самая лучшая доченька на свете, и красивые подружки, и Дантик, и... Не поверите, вдруг в государство приехали богославские. Слух о необыкновенных деяниях на тот момент уже многим известной волшебнице Аллы облетел всё государство. Редмонд и семья богославских недолго ждала, чтобы тоже попасть под её волшебство. И тут началось. Исполнение любых желаний, вытаскивание из плохого настроения, добыча необходимых контактов и самое феерическое из всех — это была искренняя настоящая дружба. На свете есть много волшебниц, но Алла есть только одна. Спасибо, Аннушке, за возможность попасть под твоё волшебство. Спасибо тебе за передачу меня под подкровительство волшебницы Бианы. А, извините, извините, конечно же. И жили все долго и счастливо. А волшебница Алла, всегда нежно улыбаясь, продолжала творить чудеса. Я долго думала, ещё дольше готовилась, а написала на одном дыхании. Слушайте. Большая удача постигла меня. Где-то далёкой зимой повстречала тебя. Друг мой сердечный мне тебя подарил. Много имён я тебе нарекла. Алька, Альчонок. Вот Аллой никогда не звала. Кто ж ты такая? Спросили меня. Моя Алька обладает особенной способностью чувствовать по моему дыханию через океан. Она знает, что я грустная. Моя Алька умеет увлечённо слушать и намного больше, чем когда-то рассказывать. Моя Алька выбирала мне самые красивые платья. Из тысяч. Когда-то мы были одинаковые в объёмах, а теперь остались одинаковыми только в ногах. Моя Алька самая стройная и красивая. И теперь все платья шьют только для неё. Но туфельки остались общие. Моя Алька искренне смеётся со мной и надо мной. И понимает меня, когда я молчу. Моя Алька лучший фотограф. На её фотографиях я очень красивая и стройная. Потому что она рядом и как крикнет, живёт в тени. Нет, моя Алька никогда не кричит. Она смотрит. У неё очень красивые глаза. В них отражается счастье её детей, друзей, Эдика и прекрасных цветов, которые он ей дарит. На мою Альку все заглядываются и гадают. На обложках какого журнала была эта девушка. У моей Альки большой талант во всём. Она умеет любить. Она умеет верить. Умеет ценить. Умеет в горе руку подать и крепко обнять. Умеет с гордостью выдержать все лишения и радоваться победой своей и моей. Моя Алька – это мой дом в Редмонде. Это мои подруги. Аннушка, Ирка, Ленка, Вайнерша. Это моя Мишелька. Мой магнитик Эрик. Мой гольчуша. И мой большой Эдик. Это всё моя Алька. Мой альчонок. Моя дорогая Алька. Желаю тебе маленьких радостей. Чашку ароматного кофе, сваренного не тобой. Зелёных светофоров на дороге. За покупками и на работу. Чтобы сегодня был прекрасный день. А завтра – бац! И ещё лучше. Пусть всегда в твоём гардеробе будет самый красивый наряд. Счастье. Носи его. Не снимай. Здоровье тебе, дорогая. Ты всегда рядом со мной. И это прекрасно. Спасибо, что ты есть на этом свете. I'm so happy I got to know Allah here in Seattle. Although, apparently, I had an opportunity to meet her way back in Israel, apparently she worked with my mom many years ago in Tela Shomeri, in the oncological department. I was so surprised, because I thought she was just 30. I couldn't understand how is that a lady looking like a teenager and inspiring us with her beauty could have worked with my mom. Anyway, what I'm trying to say is that I wish you many-many happy years to come with your beautiful family, and continue to inspire us. We love you. У нее есть одно качество, которое, вот сколько лет мы с ней дружим, а это уже много лет, вызывает во мне огромное восхищение. У Алки безграничное терпение к своей семье, к друзьям, к сотрудникам, я уверена. Это терпение, оно нескончаемое, и я восхищаюсь тем, как она мудро держит язык за зубами, хотя мне кажется, у нее есть что сказать. Алка, мы тебя очень любим, мы поздравляем тебя с днем рождения, и дай бог наша дружба будет еще длиться столько же по многу раз. Целуем тебя. Алки, дорогая, с днем рождения. Что мы знаем про нашу Алку? Чего мы ей еще не сказали за все эти годы? Наверное, все будут рассказывать, какая ты у нас сострадательная, великодушная, как умеешь во всех найти хорошее и доброе. Как можешь всегда мне объяснить, почему не нужно ругаться на детей, почему бесполезно ругаться на мужа. Но я думаю, что в этом году хочется сказать, что мне кажется, Алкин открылась секрет молодости вечной. Она с каждым днем хорошеет, становится все более стильной, все более интересной женщиной. И это потому, что она видит прекрасное во всем. Мы тебя очень любим, с днем рождения. С днем рождения, Алка. Алла Газакер был мой преceptор 10 лет назад, на 12 East. Я начался, сразу же, начался от nursing school. Я получил my dream job в Сведе, как он учитель, и я не знал, что я не знал, что я не знал. And I got the best preceptor, otherwise known as Алла, to help guide me through and become the nurse that I am today. I had to fight to keep Алла as my preceptor, because everybody wanted her, because she is kind, patient. And I remember I was about probably two hours late on giving her medication, because I was so busy, you know, as a new nurse, trying to figure out what to even do. And instead of yelling at me, Алла just came and said to me quietly, you know, maybe next time, try to give that medication on time, and you'll be okay. And just in her sweet, calm way, telling me that, hey, you need to do this differently next time. And I always remembered that, and from then forth, I've always been on time with my medications. It's meant a lot to me as having Алла as a preceptor, because she then became my friend. And wherever I was at in life, if I needed anything, whether it be from work or personal life, if I needed to talk or needed advice, I knew I could always turn to Алла. She was always my biggest cheerleader, my biggest fan. I always just get happy whenever I see her. I remember when I was so scared to give stem cell transplants, and one day when someone called in sick, and I didn't feel like I could do it, and I didn't know who to call for support. And this time, Алла wasn't working on the floor anymore. She was working on her current job now, and she was the first person I called to help calm me down and to walk me through it. She even came over to the floor to help be with me. And those are things that a true friend does for you. She's always just there for you, whether you think you need her or not. And she shows up, and everything's better. Алла always was encouraging me to have a family and find someone, a true partner that I loved, and have kids. And I was so excited to tell her when I got engaged, and then once I got married, I was so happy for her to be here. And Алла was one of the first people that I told when I was pregnant, because she was always gently nudging me and asking me when I was going to have a baby. And I was so happy when I finally was pregnant and was able to tell her, all of your nudging came true. Алла, I love you. I thank you for being a part of my life, and I wish you the happiest of birthdays. Когда я думаю про Аллочку, первое, что мне приходит в голову, какая она заботливая, внимательная мама, которая вкладывает столько времени и столько положительной энергии в своих детей. Если добавить ко всем котлеткам, которые были сделаны специально для Галя, оладушки, которые были сделаны специально для Эрика, и если еще при этом умножить на все кружки, концерты, утренники, которые посетила Мишель, получается очень большое число. И вот эта положительная энергия, которая начинается из дому, ее столько много, что она распространяется и на друзей, и на знакомых. И пациенты в больнице, которым Алла помогла за многие-многие годы, конечно, ей очень-очень благодарны. И в том, что приходит в голову, когда я думаю про Аллу, что с годами она превратилась из забеганной девочки с мальчиковой стрижкой, которая вечно-вечно бегом забирает Галя из садика, в очень интересную женщину со вкусом, с умением себя подать, с которой очень интересно пообщаться и побыть вместе. Аллочка, мы тебя очень любим, и мы тебе желаем, чтобы ты оставалась такая же красивая, такая же молодая, и такая же заботливая, и с таким же большим или даже большим количеством положительной энергии. Дорогая Аллочка, от имени по поручению Борис Григорьевич и меня я хочу тебя поздравить с днем рождения. Пожелать тебе всего самого-самого хорошего, что может пожелать мама своим детям. И я хочу тебе сказать, что я каждый день благодарю Бога за то, что вы с Эдиком нашли друг друга, что он нашел тебя, ты нашла его, что у вас прекрасная семья, прекрасные дети, красивые, воспитанные, самые лучшие в мире. Мы вас очень любим и желаем вам счастья, здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Приветик. Ну что ж, скажу вам пару слов про Аллочку. Вкратце попытаюсь описать ее так, как я ее воспринимаю, так, как я ее вижу. Познакомились мы эдак лет 17 назад и, естественно, в кругу друзей, естественно, при застолье. Ну и, казалось бы, 17 лет довольно большой срок, чтобы можно было познать человека и сполна узнать его. Но я поняла, что и по сей день Аллка я воспринимаю как женщину-загадку, женщину с таким таинственным взглядом, завораживающим всех окружающих. Но, конечно, есть в Аллке бесспорные качества, которые известны и всем, и очевидны. Ну, я попробую их перечислить. Вот. В первую очередь я бы хотела упомянуть о таком качестве, как спортивность Аллкина. Вот ее спортивные достижения. Это регулярные забеги на различные дистанции. Что можно сказать? Аллка, преклоняясь я перед тобой. Вот. Ну и, конечно же, всем известно, что Аллка – великолепная хозяйка, которую замечательно готовят. Опять-таки, Аллка – я преклоняюсь перед тобой. Следующее качество, которое, наверное, стоило бы упомянуть, это, что Аллка – потрясающая мать. Пятерых. Гай, Эрик, Мишалка, Дантик, ну и, конечно же, Бруно. Аллка, преклоняясь. Аллка – замечательная подруга, ну и, конечно же, красивая, обаятельная женщина с утонченным вкусом. Аллка, преклоняясь. Так держать. Аллочка, дорогая Мазальтов, ты золотой человечек, прекрасная мама и подруга. Мы надеемся, что еще много лет мы тебя будем поздравлять вместе с твоей семьей. И я знаю, что наша дружба началась недавно, но мы надеемся, что еще на долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И я чувствуала, что Руна Торзок. И я чувствовала, что у меня есть одна наш семей модельная женщина. Это очень важная вещь, и она очень важная вещь. как она успела уничтожить все, с рога и хирургами. Да, очень хорошо. И что жизнь всегда будет жить с тобой. И что продолжайте быть меосердой в окружающей семье и что у вас есть время для себя. Мы любим тебя очень. Можем хорошо. Можем хорошо. Дорогая Аллочка, тебе привет из Рейни, Германия. Хотим пожелать тебе твой день рождения, день твоего 20-летия, счастья, удачи. Оставайся такой же молодой, улыбающейся, как ты сейчас. Пусть дети и муж тебя обожают, муж отсыпают цветами. Любим, целуем, пока. С днем рождения! Дорогая Аллочка, happy birthday, wishing you all the best, all the happiness, all the luck, all the wonderful times, the new year. I'm sorry we're not there to celebrate with you, but I hope to celebrate all year long with all the fun times and drinks and parties and maybe even yoga. I love you, see you soon. Привет, Аллочка, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе всего хорошего, прекрасного, радостного, много любви, много-много-много-много конфетти, 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 конфетти. Пусть проблемы все умчатся, пригодятся все невзгоды и печали в серый день. И чтобы только перемены к лучшей жизни этот праздник приносил. Пусть, друзья, тебе обниму, если будет нелегко, тебе в урочный день и час. И улыбка, путь отныне, чаще освещает путь и настроение не предаст. Ни огонек веселья не покинет никогда твоих лучистых глаз. Чудо жди, оно к тебе спешит уже давно, поверь мне. В этот праздник не забудь ему отрыть пошире двери. Пусть твердят себе порою, что это мечты. Только ты не унывай и волшебство, как в детстве. Только ты не унывай и волшебство, как в детстве. Пусть твердят себе порою, как в детстве. Продолжение следует...